Рад снова быть с вами, мы продолжаем изучать Царство Божие в это праздничное время. В это время у нас часто возникают противоречия внутри. Мы считаем, что должны быть радостны, благодарны, но часто мы не ощущаем этого. Наша сегодняшняя тема называется «Благодарное повиновение». Один из самых практичных инструментов — это практика благодарности. Это когда мы признаем те вещи в нашей жизни, с помощью которых Бог явил нам доброту, и действительно благодарим за них, несмотря на то, чего нет. Для этого нужна дисциплина и фокус внимания к Слову Божьему. Но если мы обратим свои сердца Господу в благодарности, то разрушим оковы отчаяния, депрессии и недовольства, которые заполонили нашу культуру. Бог движется на земле беспрецедентным образом. Я не хочу упустить этого. Я хочу быть благодарным и выражать свою благодарность Господу. Доставайте свои Библии, блокноты и открывайте сердца для того, что Дух Божий приготовил сегодня. Надеюсь, вы читаете с нами Библию каждый день. Мы проходим книгу Иеремии, почти закончили ее. Ее нельзя назвать радостной, ведь так? Читая Иеремию, я поражаюсь Божьему посвящению его народу, который упрямо отказывается подчиняться ему. Вы обращали на это внимание? Вновь и вновь они говорят. Иеремия, расскажи нам, как смотрит Бог, и мы поступим так же. Он рассказывает, а они берут и поступают наоборот. Затем они снова говорят, скажи нам, в этот раз мы точно послушаемся. Нет? Да? Нет? Да. Он говорит, а они все равно не слушаются. Даже в тот момент, когда они собираются в Египет против воли Божьей, они хотят взять Иеремию с собой. Я не знаю, зачем. Они не слушали его, когда были у себя дома. Это напоминает мне о том, как мы должны сотрудничать с Господом. Не нужно читать эту книгу и говорить об их твердых сердцах. Читайте эту книгу, становитесь на колени и говорите «Господи, я должен лучше слушаться». Боже, прости за то, что спорю с тобой и не слушаюсь. Боже, прости за те моменты, когда меня даже не интересовало то, что ты говоришь, потому что я не собирался сотрудничать с тобой. Иеремия отрезвляет меня. А если слушать новости хотя бы краем уха, как нам выбраться из этого ужаса? Вам не нужно внимательно слушать, чтобы понять, что мы оказались в хаосе. Бунты, открытые границы, пропаганда, цензура. Наши лидеры тратят деньги, словно печатают их. А так и есть. Они подкупают вас этим. Нам нужна ясность в церкви. Выборы, научные и медицинские прорывы, процветание, лучшее образование. Все это могут быть результаты и методы, но не решения, которые дадут ответ на тот хаос, в котором мы оказались. Вопрос не в том, чтобы поменять политиков, партии или идеологии. Вопрос не в научных или технических прорывах. Эти вещи могут стать системой доставки. Но главный путь к выходу из этого темного места «Перемена наших сердец». Я не могу сказать проще. Я убежден в этом всем сердцем. Если наши дети и внуки будут жить в свободе, то потому что мы изменили свои сердца. Ни язычники, ни чистивые, ни противники. Хватит придумывать людям названия. Мы должны стать на колени и сказать Господу, «Помоги нам, мы граждане Твоего Царства Небесного». Мы должны быть светом, послами Твоего Царства. Если его голос не слышно, а свет не видно, так это потому, что послы не делают своей работы. Итак, наша тема. Мы начнем с бытия. 6 глава, 9 стих. Это Ной. Иисус говорит, как было во времена Ноя. «Так будет во время перед Моим возвращением». Я не знаю ваших представлений о конце века, но мне кажется, что мы близки к моменту возвращения Господа Иисуса. Мы должны видеть параллели со временами Ноя. Это не означает, что нам нужно взять кредит и купить лодку. Хорошая попытка. В Бытии 6 главе, 9 стихе сказано, «Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил перед Богом». А вот что Бог говорит о Ное. «Он ходил со мною». Сложно представить себе больший комплимент от Бога. Если бы эпитафией вашей жизни были слава Бога. «Он ходил со мной». Скажется, кто был бы этому рад? Безусловно, и я тоже. Я хочу ходить с Богом. Я не хочу ходить в церковь. Я не против ходить в церковь, но не хочу быть просто прихожанином. Я не хочу просто читать Библию или знать о Боге. Я бывал в университетах среди людей, которые знали много всего о Писании, о Боге, о народе Божьем, об истории церкви, появлении Писания, но они не верили в это и не практиковали. Я хочу ходить с Богом. Я хочу ходить с Богом. Также книга Амоса, 3 глава, 3 стих. Амос был пророком и еще фермером. Он говорит, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой. Чтобы ходить с Богом, нужно быть в согласии с Богом. Если вы хотите ходить с Богом, то должны соглашаться с Богом. Это несложно. Я сам истанеси, и люблю, когда все просто. Некоторые из вас слишком сложные. А я люблю простую веру. Если мы хотим ходить с Богом, нам нужны кардинальные перемены в мышлении. В нашем мышлении. Не мышлении язычников или ненавистников, а нашем. Друзья, мы пришли с Богом в этот хаос. Люди времен Иеремии – это Божий народ в Завете. Они жили в Иерусалиме, приносили жертвы, праздновали святые дни, ели нужную еду. У них стояли все галочки, но Божий суд упал им на голову. Нам нужна кардинальная перемена в нашем мышлении. Многие вещи управляли нашими мыслями и эмоциями, кроме Духа Божьего. Направляет ли Дух Божий вашу жизнь? Если нет, то начните говорить об этом с Господом. Нас отвлекали, мы теряли интерес, не знали. Невежество не защитит нас от последствий. Я уверен, что не каждый, кто пережил вторжение Вавилона в Израиль и все его ужасы, занимался тем, чем не должен был заниматься. Последствия приходят даже тогда, когда мы не знаем. Искренность — это не то же, что подготовка. Это еще один момент, в котором путается народ Божий. Мы думаем, что если мы искренние, то этого достаточно. О, нет. Искренность не меняет трудные обстоятельства. Если бы мы открыли завтра хирургию, и кто-то пришел в перчатках, очках и маске, а затем сказал, «Я не учился в медицинском университете, но вы должны знать, что я искренне постараюсь, уверен, вы бы сразу же убежали оттуда». Я, между прочим, тоже. Так почему в вопросе веры вечные судьбы? И судьбы народов мы говорим, «Я не люблю готовиться. Я не хочу учиться». Что делать? Читать. Вы хотите, чтобы я боролся со своим плотским человеком? Я искренне хочу почитать Господа. Что ж, принято. И что вы делаете с этим? Кто-то знает таких людей, а? Исайя 55, глава 6 стих говорит нам, «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». «Да ставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои и да обратится к Господу, и Он помилует Его. И к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Мои мысли, не ваши мысли. «Не ваши пути, пути мои», говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваши, и мысли мои выше мыслей ваши». Кардинальные перемены в мышлении. Вы готовы на это? Готовы ли вы хотя бы открыть двери для этого? Посмотрите на 12 главу Евангелия от Матфея. Иисус делится откровением о Царстве Божьем. Он пытается показать иудеям, что те должны измениться. Это борьба. «И отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их». Мы ожидаем, что в синагоге будут люди, которые хотят сотрудничать с Богом. Это то же, что прийти в церковь. И вот там был человек, имевший сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его. «А, мы недалеко ушли от этого». Большинство из нас участвует в религиозных делах. И вместо того, чтобы отдать свое сердце, мы ищем причины для другого. Церковь слишком большая. Пастор без галстука. Я видел там нечестивого человека. Если бы они были благочестивыми, то не пустили бы его. И так до того, пока мы не поймем, что кто-то другой смотрит на нас, с похожими мыслями. Но у большинства из нас достаточно опыта взаимодействия с людьми, чтобы искать повод для отказа, не участвовать. В этом случае Сын Божий был в синагоге. А религиозные лидеры, вместо того, чтобы смотреть на пророчества, которые он исполнил, на чудеса, или прислушаться к его власти в учении, ищут поводы, чтобы обвинить его. Они задают ему вопрос. Они думают, что поймают Иисуса в ловушку своим интеллектом. Некоторые из нас любят говорить, «Мне тяжело поверить в Библию, учитывая мое образование». Ну что ж, пусть Бог благословит вас. А я за образование, так что учитесь. Это важно, и я не думаю, что вы пожалеете об этом. Но давайте в итоге подчиняться мудрости Божией. Они собираются задать Иисусу вопрос, поймать его. Можно ли исцелять в субботы? Он же сказал им, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро? Это чудесная еврейская логика. Конечно, в субботу можно делать добро». Тогда говорит человеку тому, «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, собрали группу, чтобы почтить Иисуса и узнать больше о Его служении. Нетушки. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Это не было никак связано с субботой, а с властью, богатством, реализацией эгоистичных амбиций. Все то же, с чем сталкиваемся мы. Мы знаем много религиозных слов. Мы уделяем Богу чистичку времени или денег. Мы делаем то, что хотим, как хотим и когда хотим, и оборачиваем все это словами про Иисуса, думая, что Бог и ангелы хлопают нам. Опять же вопрос, как выглядит кардинальная перемена для нас. Чтобы выбраться из этого хаоса, мы не должны думать, что кто-то другой должен измениться, ведь мы и так хороши. И Иисус обращается к народу в Завете. Он пришел, как исполнение всех пророчеств. Он пришел, чтобы изменить судьбу человечества. Но его первое задание касается еврейского общества. Он бросает вызов их пониманию субботы. И что можно делать в этот день? Он пытается изменить их понимание. Они сделали ударение на правила, а не на людей. Он говорит, вы поможете животным, но не поможете друг другу. Мы видим сильные эмоции в этом споре. Эмоции настолько сильные, что они готовы убить его. И когда я говорю вам о кардинальных переменах, то понимаю, что без травмы и драмы не обойтись. Это не будет легко. Мы не хотим быть настолько упрямыми, что понадобится огромное давление, чтобы мы прислушались Господу. Я не хочу, чтобы Бог кричал мне. Я хочу научиться слышать Его тихий голос. Я хочу реагировать на Его тихие побуждения. Я отнюдь не хочу, чтобы Бог кричал на меня. Я хочу сотрудничать с Ним. Что если бы наш голод по исполнению воли и дел пославшего нас был таким же, как голод по еде или самореализации? Я был бы другим. Я не говорю, что это легко. Я сам работаю над этим. Мы подходим к этому вопросу с неправильной позиции. Думаю, нам нужно изменить свой подход. Например, чтение Библии. Сколько страниц сегодня? Хорошо. Щедрость. Сколько? Служение. Как часто? И с кем вообще? Я не буду заниматься всем сам. Так, теперь прощение. Сколько раз... Что, семь, да? Помните? Вы не первый, кто задал этот вопрос? Интересно то, что мы не первое поколение, у которого возникают с этим трудности. Это то, с чем возникают трудности у всех. С этим сталкиваются люди Божии. Мы в таких обстоятельствах, потому что игнорируем это. Мы принимаем дешевую благодать и легкое христианство. И мы крутимся в этом. Мы живем в век переворотов. Мы можем называть зло добром, а добро злом. Мы можем взять любой принцип и исказить его, чтобы он соответствовал условиям нашего взгляда. Не думайте, что так делают нечестивые люди. Нечестивые так преуспели в этом потому, что мы так привыкли смотреть на искаженную истину, что не видим самой истины. Мы не видим этого в себе. Нам нужен другой подход к Богу. Я подготовил небольшую прокламацию. Не прошу вас повторять за мной, но хочу, чтобы мы рассмотрели ее. Ваши слова обладают духовной властью, и это так. То, что вы говорите, влияет на ваше будущее. Кто-то скажет, я не верю в это. Хорошо. Достаньте свои Библии и докажите, что я ошибаюсь на основании Библии. Ваши слова обладают духовной властью, и это так. Вы можете использовать это для разрушения. Вы видели, как люди делают это. Не используйте лицемерие других для оправдания своего непослушания. Несколько лет назад я слушал проповеди. Это мое хобби. Иви Хилл, я слушал его проповеди. Я сидел за компьютером, слушая его, и у меня появилась эта прокламация. Это не было чем-то, над чем я работал. Эти слова пришли сами собой. Это всего лишь часть. Я прочитаю ее сам, а потом попрошу и вас прочитать со мною. Бог уникальным образом благословил нас. Да. Я хочу сказать это. Бог уникальным образом благословил нас. Это то, о чем я хочу говорить больше, чем о своих проблемах. Несправедливости. О тех случаях, когда со мной поступали плохо, или я не ощущал радости. Я хочу сказать, чтобы небо и земля знали. Бог уникальным образом благословил меня. Но я верю, что лучшее еще впереди. Земля и все, что на ней принадлежит Господу. Я верю в это. Я хочу быть связан с этой идеей. Я хочу, чтобы мое имя стояло рядом с этим заявлением. Земля и все, что на ней принадлежит Господу. Все, что Он доверил мне, Его. Каждый день, который Он дает мне, Его. Он суверенный Творец всего. Я верю в это. Как Он это сделал? Я не совсем уверен. У нас нет всех деталей. Вся история раскрывается в одной главе. А вам нужна книга, чтобы составить список покупок. Для Него нет ничего слишком сложного. Так и есть. Он может разделить море, открыть слепые глаза, поднять из гроба того, кто пробыл там несколько дней. Для Него нет ничего слишком сложного. Его любовь поддерживает нас. Это правда. Иисус, Его Сын, наш Спаситель, Господь и Царь. Я хочу, чтобы это заявление слышали. Мы живем во время потрясений. Бог потрясает землю. Ни лаборатория в Ухане, ни политики или глобалисты, ни экономические проблемы. Бог потрясает землю. Он восстанавливает иудеев. Я верю в это. Я верю, что Он будет и дальше делать это. И мы увидим иудеев на передовой про возглашение Евангелия на земле. Это будет удивительно. У меня есть несколько друзей евреев, и когда идея попадает в их сердце, они становятся самыми решительными людьми в мире. Вам стоит браться за дело уже сейчас, потому что будет стыдно, когда они наконец-то возьмутся за дело. Он восстанавливает иудеев и очищает церковь. Очищение — это не всегда весело. Обычно для этого нужна температура или давление. Как минимум, для этого нужна горячая вода. Если посмотреть на то, что может поколебаться, мы можем испугаться. Если посмотреть на системы текущего мирового порядка, то мы поймем, что это страшное время. Насилие растет. Беззаконие превозмогает. Мы называем зло добром, а добро злом. Истина упала на улицу. Мы можем продолжать этот список. Не нужно прикидываться, словно этого нет. Это не политика, а анализ, оценка текущего мирового порядка. И не только здесь, но и во всем мире. Если посмотреть на вечное Царство Господа, мы наполнимся ожиданием. Если вы не знаете о Царстве Божьем, это время испугает вас. А если вы знаете о Царстве Божьем, то, как водненое, Бог дарует спасение Своим. И так же будет при возвращении Иисуса. Мы должны знать, что Бог — наш ковчег. Царь идет, и сегодня мы заявляем друг перед другом. Боже, мы не остановимся. Не знаю, как вы, но в моей голове есть лев. Если я не буду следить за ним, он проберется в мое сердце. Почему ты не бросишь все? Ты сделал достаточно. Отступи назад. Отпусти газ. Понись тон и расслабься. «Не думаю, что так нужно сделать». Иеремия говорит Баруху. Мы не расслабимся. Вы готовы провозгласить это, эти слова, в своей жизни? Если да, то тогда давайте скажем их вместе. Они записаны у вас. Они на листочках, но, возможно, вам нужно перевернуть страницу. Это провозглашение и упражнение одновременно. Поехали. Итак, Бог уникально благословил нас. Лучшее еще впереди. Земля и все, что на ней принадлежит Господу. Он суверенный творец всего. Для Него нет ничего слишком сложного. Его любовь поддерживает нас. Иисус, Его единственный Сын, наш Спаситель, Господь и Царь. Мы живем во времена потрясений. Бог потрясает землю. Он восстанавливает иудеев и очищает церковь. Если смотреть на то, что может поколебаться, мы можем испугаться. Если же мы будем смотреть на вечное царство нашего Господа, то наполнимся ожиданием. Мы решительно провозглашаем друг перед другом и всемогущим Богом, что мы не остановимся. Нас не остановится. Давайте закончим, выразив благодарность Господу. Очень мы благодарим Тебя за заботу, любовь, обеспечение и защиту. Ты присматриваешь за нами, и мы не одни во имя Господа и Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Привет, это пастор Аллен. Я хочу поблагодарить вас. Спасибо за ваши молитвы, за ваши сообщения, за вашу щедрую поддержку. Для меня честь вместе с вами в это время превозносить имя Иисуса. Это привилегия для всей команды нашего служения. Я верю, что мы живем в очень важное время в истории Церкви. Бог сотрясает эту землю, и мы видим доказательства всего этого по всему миру. Перед нашей нацией возникают беспрецедентные вызовы, а также экономические трудности. Наши границы открыты, в политике путаница. Наш народ разделился так, как никогда. Мы не знаем, кому можно доверять. Основания уходят у нас из-под ног. И в это время Божья истина важна как никогда. Роль Церкви, я говорю не о конкретной Церкви или динаминации, а о Церкви с большой буквы. Люди Божьи должны принять истину Божью и смело провозглашать ее в это время. Это изменит наше будущее. Спасибо за то, что стоите вместе с нами в это время. Нам это очень ценно. Щедрый друг нашего служения сделал нам интересное финансовое предложение. Он пообещал удвоить каждый доллар, который будет посеян в это служение до Нового Года. Благодаря этому в 22-м году мы сможем нести Евангелие еще дальше. Весь этот год у нас были новые возможности, и мы приходили в новые города через радио, телевидение и печатное издание. Мы пытались реагировать на изменения вокруг нас верой и смелостью, но думаю, что мы еще не закончили. Только измененные Богом сердца людей принесут нам хорошее будущее. И вместе мы можем быть с партнерами и следить за тем, как имя Иисуса превозносится. Заранее благодарю вас за вашу щедрость, за ваши молитвы и за вашу поддержку. Пусть имя Иисуса вознесется над нашей страной. Каждое пожертвование, отправленное нам, будет удвоено нашим спонсорам. А если вы пожертвуете более 60 долларов, в знак нашей признательности мы пришлем вам эту прекрасную Библию в кожаном переплете. Эта Библия в английском стандартном переводе сделана так, что ее легко читать, а также в ней содержится годовой план чтения Библии. Широкие поля идеально подойдут для ваших пометок, сделанных во время вашего ежедневного чтения. Помогите нам удвоить наше влияние. Более детальную информацию вы получите, позвонив нам или посетив наш веб-сайт. Спасибо за вашу поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы меняем этот мир. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите. Субтитры сделал DimaTorzok